ребята всем привет я вас приветствую со станции железнодорожные сортовала центральная миша здорово всем привет мы счастливчики ребят в плане то что вот наконец-то погода наконец-то стало светло посмотрите какой рассвет мы только что вернулись с экскурсии по сортовали но она к сожалению было в темное время суток поэтому мы ничего не стали снимать но тем не менее вот начнем наверное отсюда здесь на этой станции мы ждем паровоз с русский альским экспрессом едем до русские аллы для горного парка там у нас тоже будет экскурсии но я не знаю мы покажем самые интересные наверное фрагменты этого нашего шести но и сейчас покажу вам ближайший территорию этой станции а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, погода пока что хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готовы ехать? Да! Проходим, ребята О! Какие, ребята, красивые купешечки Вот это я понимаю Вот это, конечно, красиво Так, ага, вот наше купе Все, мы тронулись, ребята Смотрите, сколько дыма Сколько дыма, да? Вот так вот Даже не дым, это пар Что мы здесь имеем? Интересный стол С картой местных Местных этих территорий Так скажем Имеем светильничек вот такой Кстати, в этих вагонах-ресторанах похожие, да? А где же этот светильничек, который там такой красивый был-то? Ну, это в вагоне-ресторане Нет, там такие большие светильнички А это в люксах? В люксах Вот та самая ласточка, которая С Питера приехала Да, вот она сюда ТThat Ты Ты Т Да Ты 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 Т Ты 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 Чёрный чай Также всё пробрандировано Русский Альский экспресс Ходит в стоимость поездки Заварим Санфетки, так же, как в нашем пассажирском Да, какие же были, да? Кому-то достался Русский Альский подстаканник А кому-то разознащил А тут вот с кем-то идём разознать Вот тебе стилическое, да? Хорошо Ну, ребят, проехать Русский Альский экспресс Не испить чайку Это как бы нарушение всех традиций Это как у брейховцев на Русский Альский экспресс Да, вот такие замечательные подстаканники Правда, не у всех, но тем не менее Ваше здоровье, господа и дамы Ваше здоровье Ваше здоровье Ну вот, пока едем, буквально 10 минут. Подергивание, корректирование для паровоза. Ну, это понятно, это неотъемлемая часть движения паровоза. Но также не очень удобные сидения. Спинка идет горизонтальная. И получается, что поясница остается в подвешенном состоянии. Пододвигаться так не очень комфортно получается, что голова, на кулаку, на кулаке, на кулаке вперед. Ну, зато красиво, стильно. Красиво, уютно, сделано. Шторочки. Шторочки красивые, да, вот эти вот все. Ну и картины, картины, атмосферу тех времен добавляет, так скажем, да. Финляндский вокзал, фото 1904 года, вот станция Вертеля. Первый поезд прибывает на станцию. Ну и у нас, ребят, есть пока возможность прогуляться по поезду, посмотреть, какие тут еще вагоны есть. Вот есть люксовские вагоны, я так понимаю. Есть вагоны-рестораны, их несколько даже, да? Да, пойдемте, давай следуем. Ну, тут такой же вагон, собственно, один в один. На улице, ребята, погода отличная просто. Просто как нужно для съемки. На сегодня все занято. Опять же похожий, да, вот этот самый. Такой же вагон. На сегодня все заняты, фото, да? Вот и губы пока что. Говорят, занято. Заранее надо было побеспокоиться. Вот ждать здесь все будет, можно. Ну вот, ребят, вагон-ресторан. Заранее надо было побеспокоиться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 интересные вечером это все подсвечивается где-то уже после пяти вечера 1 иллюминации включат в четыре опять и будут уже включены дополнительные из подсвечивается получается только западная сторона карьера и которая идет ответственно восточная она более пологая по ней подымали на специальных устройствах соответственно добытый мрамор чтобы вывозить вот по этой получается стороны по этой стороне не было никакого электричества все добывалось и доставлялась на землю вручную то есть это был серьезный титанический труд середины двадцатого века получается все карьеры были остановлены и добыча прекращена и с тех времен проводится и изыскание и уже вводят экскурсии для народа а почему а потому что нашли способ нашли форму искусственного мрамора который более дешевым способом было добывая да так сказать более выгодны ну вот мы ребят еще обратим внимание на то что очень удобные все-таки площадочки все-таки дорожки оборудование дорожки все дорожки посыпаны потому что он еще объемов спусков почищены и посыпаны чтобы не было скользко также я где прямые дорожки смотровые площадки все сделано деревянный настил чтобы тоже было очень удобно и вот на данный момент идет снег и все дорожки почищены и ходить удобно не идешь по сугробам допустим в городах здесь за этим следят не зря как бы берут свои деньги в принципе так же здесь есть сувенирные лавки различные кафешки всегда можно пойти погреться что сейчас вот как раз не мешает и ну и может быть даже заценить местную кухню не знаю говорят что что то есть из местного карельского так скажем ну вот ребята мы перешли на восточную сторону вот собственно эти все скалы стены так скажем мраморные именно они скоро будут подсвечены инсталляциями также как нам сказал экскурсовод 2 августа месяца проводится живой концерт в данном каньоне сооружается деревянный понтон на который ставится рояль и известный композитор известный композитор музыкант из санкт-петербурга играет и дает здесь свои концерты и народу здесь очень большое количество слушает эти концерты потому что здесь отличная акустика из-за этого музыка передается всем по-другому ну и еще добавить то что думаю что вечером да как мы сказали там 17 часов примерно здесь наверно будет скопление очень большой народа так что подходите пораньше потому что те площадки уже не так будет популярны здесь весь народ будет собираться музыка ну вот мы подошли к еще одному месту находящимся в горном парке русский алла это итальянский карьер здесь и получается сами плиты можно прикоснуться в живую рукой здесь небольшая ну выработка которая заполняется летом водой она ограничена чтобы туда не завалился сюда не лез а так это здесь даже видны следы как происходило бурение куда закладывался взрывчатка для произведения взрывных вот мы прикоснулись к истории горного парка русский алла как это все выглядит очень красивые текстуры мрамора здесь они со сгибами за спиной можно там вот увидишь что они идут слоями более прямыми полосатки полосатым очень гладкая поверхность завода врезалась гладкая поверхность после того как происходили взрывные работы и вывозилась сразу мрамора из этого мрамора было сделано в городе снгпетербурге это была основная основной поставщик мрамора в царской россии но ребят последняя площадка смотровая который мы сегодня посетим эта площадка с видом на озеро светлое вот она находится здесь буквально туда можно тоже вот там люди ходят тоже можно спуститься ближе кольцевой маршрут вокруг всего озера то есть можно полностью обойти там есть пляж летом там удобное место для отдыха но купаться в нем проблематично потому что температура воды там всего 5 градусов тепла даже летом даже летом поэтому вообще как бы вот эти в этих карьерах купаться запрещено вот особенно вот который карьер мраморный там там сразу по моему даже штрафные санкции предусмотрены поэтому вон даже для развлечения идут катания на бананах а да 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 вот снегоходы ходят таскает ну вот такая вот замечательная карелия в исполнении русский альского парка в зимнее время зимнее время можно сдачи летом при этом наверное будет гораздо красивее когда распустится вся зелень все деревья вскроются все каньоны со своей кристально чистой водой тут наверное очень красиво так что рекомендуем еще те кто посмотрел наш так сказать зимний вариант этого парка какие места можно посмотреть приезжать еще летом сами посмотрите вот я думаю что не пожалеете еще в этом ролике я хочу передать привет своей любимой жене как и обещал евгения и вся моя семья и передаю большой привет благодаря тому что у меня такая любящая и заботливая жена она меня отпустила в это путешествие чтобы помочь роману создать такой контент который в одиночку было бы достаточно сложно провернуть связи с тем что дима ли пендин решил сходить на определенные экскурсии мы а мы изучали карьер ну и весь сам парк снаружи разведывая различные уголки и интересные ну кадры будут показаны в данном ролике также всем подписчикам не бойтесь путешествуйте это очень замечательно также путешествуйте с романом кобелем когда он вас приглашает с ним очень весело и позитивно ну и все кто не подписан подписывайтесь ставьте лайки проживайте колокольчик ну а мы будем ждать вечернюю иллюминацию и отправляемся в обратный путь а Субтитры создавал DimaTorzok